всем привет с вами полина спасибо что зашли ко мне в гости сегодня я вам хочу показать чудо фиалочку масс принц фроги и хочу показать вам как это бывает когда фиалка цветет без перерыва вот она такая красивая вам показывала ее цветение раньше сейчас все цветоносы полегли она решила уже что хватит свести отдыхать пора ну как же не тут то было это обман потому что посмотрите сколько там бутонов сколько там цветоносов идет из верхнего ряда это будет опять шапочное цветение и вот то есть опять будет такое же цветение как бы вот хорошо видно вроде бы сейчас я попробую включить включить со светом снять вам чтобы получше было видно гораздо лучше видно вот посмотрите это из верхнего ряда листьев из пазух уже лезут новые цветоносы я честно вам скажу я просто в шоке это уже не первый раз конечно когда я вижу что фиалка так цветет у меня то же самое было у я минует вот но это фиалка у меня новая и вот посмотрите и там еще видите вот тоже цветонос я что хочу сказать по этому поводу это конечно нам очень здорово для нас это прекрасно что фиалочка будет свести так долго посмотрите какая она красивая но для фиалки это нехорошо у меня была фиалка называется монетоба и цвела она у меня как просто я покажу вот сейчас фотографии цвела она просто что называется безумно цвела моя монетоба безумно красиво но когда я рассказала своей подруге она у меня живет другом штате и она официальный судья поги с неревым то есть она знает не сравненно больше чем я это естественно я знаю все из опыта она очень образованный человек и она мне тогда сказала что твоя монетоба больше так цвести не будет никогда я очень расстроилась даже рассердилась на нее она говорит я тебе не хочу расстраивать но ты посмотришь и это действительно так моя фиалка просто угасла никогда больше она не цвела так хорошо я оставила листик и у меня есть маленькая деточка растет но прошло уже я вам скажу пять лет с тех пор и вот ни одна моя детка больше так не цвела то есть вот это вот цветение такое бесперерывное очень очень вредно для фиалок недаром те фиалки которые предназначены для шоу им просто не дают свести в течение года я вставила пару фотографий чтобы вы могли рассмотреть вот бутончики я сказала что бутончики вот эти цветоносы новые лезут из верхнего ряда я имела ввиду конечно верхний ряд листьев над тем рядом откуда уже выросли цветоносы которые вот сейчас уже в полном цвету я могу предположить почему эта фиалочка так вот вдруг решила феерически цвести потому что переехали на новую квартиру в другой город был стресс и были условия плохие в течение двух месяцев потом она была пересажена она была в хороших условиях и вот она вот так стала цвести я знаю что я вас сейчас очень раз расстрою но мне придется чтобы спасти розетку мне придется удалить конечно старые цветоносы это сто процентов вот и я думаю что мне даже их нужно удалить я имею ввиду что и новые тоже надо удалить чтобы отдать розеточки отдохнуть иначе она же не будет свести так как вот сейчас а у меня было две розетки и это цвела по сорту то было красивая но не по сорту вот поэтому не это очень хочется сохранить хотя никто не гарантировал что она будет свести следующий раз по сорту вот вот такие красивые цветы конечно но что делать придется их пришлось их убрать и вот я сейчас покажу вам как здесь безумно она цветет опять там 4 или 5 цветоносов 5 да и вот это очень жаль но мне придется их удалить чтобы спасти розетку я знаю что многие со мной будут не согласны но вы уж меня простите я делаю так как я понимаю потому что у меня опыт есть выращивание фиалок и то что я вам рассказала про манитобу я не хочу чтобы это повторилось и с этой фиалкой я взяла пинцетик и буду сейчас аккуратненько убирать эти цветоносы вот вы же понимаете что мне просто ужасно жаль это делать я видите как долго ее держала на на других фиалочках я уже удалила отцветающие цветоносы она это и у меня все еще они были потому что мне очень нравится это этот сорт и как она цвела вот но только как говорится на благо я хочу сохранить розетку и поэтому я удаляю вот эти все цветоносы и там еще я вижу растет растет пасынок я его тоже удалила вот так ну что делать так и раз уж я ее занимаюсь то конечно же мне надо будет еще и листья тоже удалять вот видите уже заодно и сформирую вот старые есть листья вот такие маленькие которые не выросли я ее очень давно не формировала я ее оставила в покое дала ей пар подрасти и вот эти вот листья видите внизу которые бледные и желтоватые и меньшего размера чем верхний их конечно все нужно удалять вот так этот вроде зелененький тоже но он тоже маленький вы видите сверху насколько больше лист поэтому это тоже никогда не вырастет из нижнего ряда вот и так как у меня уже я не связана с цветением то я могу уже как делать то что я считаю нужным с ней получается что много листиков я удаляю и конечно же оголиться шейка но это как говорится ничего нового я это все сейчас устрою вот смотрите здесь большой лист это чтобы вы понимали почему я это делаю большой лист а под ним маленький это неправильно и поэтому мне нужно это удалять я несколько листиков посажу в расчете на то что лист даст одну детку много не буду сажать только несколько вот и я вам хочу сказать что я бы еще и больше удалила потому что да опять же вот этот тоже не вырастет видите вот он тоже не вырастет и получается что раз я удаляю с одного ряда как я рассказывала то надо удалять уже все вот ведь как я ободрала но что делать вот у фиалки растут всегда вот так 33 и там еще три поэтому даже вот эти три тоже можно было бы удалить но я их уже оставлю все таки чтобы она хоть как-то было с листвой вот это больше я делаю для себя они для фиалки и вот какая шейка получилось видите вот конечно же сейчас нужно будет пересадить ее свежий грунт и в чистый горшочек вот такая вот у меня получилась масс принц фроги но ничего зато она у меня потом вырастет большая и красивая ну я уж заодно и покажу что я делаю вот я вытащила и смотрю здесь вот это вот борода висела из горшка горшок весь как вы видите с левыми отложениями и зелень там вот поэтому я конечно его использовать не буду и даже не то чтобы вымыть и использовать просто хочу взять побольше горшочек потому что это довольно крупный сорт вот и так как у него большая корневая система то я ничего не буду сейчас не делать я не хочу ее теребить я вот просто взяла горшок побольше вот но теребить я не хочу но отрезать придется потому что не помещается с этой шейкой в этот горшочек у меня нет промежуточного диаметра вот это семь с половиной а вот этот сколько сейчас скажу вам а этот а этот 66 а это нет значит это побольше чем семь с половиной это 8 сантиметров этот 8 но приход пришлось это мне у меня нет промежуточного поэтому я буду пользоваться этим горшочком а сейчас здесь обрежу просто низ корневого кома но приступим к операции вот так я обрежу и это я естественно выброшу хочу вам сказать чтобы вы это делать не боялись потому что вы совершенно ничего плохого фиалки не делайте она быстро наращивает корни тем более что я смотрю здесь они даже какие-то не так уж много и они какие-то коричневые то есть я очень помогу даже еще покороче это все обрезать сейчас я посмотрю я не хочу шейку резать корневая это ничего страшного так ну вот достаточно теперь я теперь я его посажу в смысле ее в этот горшочек ну как всегда я у меня вот смесь такая которая сыпется влажные но не мокрая и я вот так беру фиалочку сажаю и смотрю чтобы она была чтобы центр был на высоте не ниже чем высота уровня горшочка вот здесь вот и теперь я подсыплю все землю по сторонам и покажу вам вот моя лягушечка готова мой принц лягушонок вернее значит я посадила вот такой горшочек продернула фитиль наискосок оставила хвостик и приготовила вот контейнер свежий же потому что этот весь уже позеленел я здесь уже держать не хочу свою фиалочку и как всегда я делаю дырочки чтобы когда фиалка стоит на фитиле то вода испаряется и какая-то влага поступает на листочки вот такая она у меня получилась хорошенькая конечно меньше чем было но она опять будет прекрасно свести и радовать меня это вот инструмент для продергивания это просто крючок вязали для продергивания фитиля а это такая штучка инструмент для маникюра которым я проделаю вот дырочки в этих вот в крышках вот так эти листочки у меня не пропадут у меня их уже выпрашивали значит две штуки идут на продажу парочку еще подарю а несколько посажу вот так получилось совсем даже неплохо вот я еще раз поставила чтобы ее посмотрели и пока вы смотрите я вам пожелаю как всегда всего самого хорошего быть живыми здоровыми чтобы вы радовались жизни несмотря ни на что жизнь прекрасна фиалки нас радует орхидеи нас радует любые цветы которые у вас есть в доме они конечно же вас радует оживляют интерьер это сто процентов так вот я вам желаю пышного цветения всем вашим фиалочкам всем вашим цветам чтобы они вас радовали и не приносили огорчение своими болезнями тоже бывает иногда всего доброго вам спасибо что вы досмотрели до конца заходите ко мне в гости всегда всегда вам рада пока пока у